Тамара, пожалуйста, грузинские наши коллеги. Вы в Базеле просто превысили все мысли мои немысливые лимиты. Я думал, не осталось вопросов. Пожалуйста. У меня еще раз вопрос по поводу договора с Южной Осетией. Вот ведутся ли какие-то переговоры, подготовка этого договора? Вот почему у меня вопрос, что информационным поводом стало заявление Леонида Тепилова вчера, что этот договор будет подписан до конца января будущего года, и диапазон интеграции может быть очень большой, широкий от вхождения в состав РФ до ассоциированного партнерства. Вот как с этим договором? По линиями идутся ли какие-то подготовки или переговоры? Вы знаете, я видел эти заявления руководителя Южной Осетии. Единственное, могу сказать, что мы, по-моему, эту тему тоже обсуждали с вами на предыдущих брифингах в контексте уже подписанного договора с Абхазией, между Россией и Республикой Абхазии. Вот эти заявления, они свидетельствуют о заинтересованности Республики Южной Осетии развивать договорные отношения, партнерства с Российской Федерацией, и в этом мы видим законный интерес вновь образовавшегося суверенного государства, и в этом как бы нет никакого второго смысла. Кстати говоря, вот эта тема очень активно раскручивалась, вообще вот дальнейшее договорное развитие отношений между Россией, Абхазии и Южной Осетии в контексте прошедших в Женеве очередного раунда дискуссий. И там, если вы внимательно читали, эта тема, конечно, тоже затрагивалась, но руководитель нашей делегации, статус-секретарь и заместитель министра Григорий Карасин чётко пояснил, что развитие наших договорных отношений с этими государствами никоим образом не направлено против третьих стран, и оно никак не ставит под вопрос проблемы безопасности, которые решаются напрямую в рамках этих дискуссий, должны решаться, скажем так, напрямую между Цхенвалом, Сухомом и Тбилиси, что вот в очередной раз попытались сделать в рамках очередного раунда дискуссий в Женеве. Вопрос сложный. От деталей я бы сейчас не стал комментировать, потому что не владею ими. Но, опять же, подчеркну, что содержание и параметры вот такого дальнейшего договорного оформления наших отношений, оно будет вестись и ведётся достаточно транспарентно. И ещё раз подчеркну, что и договор, в общем, доступен для прочтения, который должен снимать все интерпретации на этот счёт. Поэтому от деталей я бы сейчас воздержался комментировать эти детали, поскольку просто незнаком с ходом переговоров, если они ведутся по новому документу с Южной Осетии. Спасибо.